Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который предусматривает ужесточение уголовного наказания, а также конфискацию транспортных средств у водителей, лишенных водительских прав. Подробности смотрите далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Как я уже рассказывал ранее, в июне 2022 года Госдума в первом чтении рассмотрела и одобрила сразу два законопроекта, которые предусматривают ужесточение наказания для лишенников. Первый законопроект предусматривает несение изменений в КОАП, второй законопроект в Уголовный и в Уголовно-процессуальные кодексы Российской Федерации. Сегодня Госдума одобрила оба этих законопроекта во втором чтении. Что касается изменений в Уголовный кодекс, то он дополняется новой статьей 264.3. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость. Согласно части первой этой статьи, будет предусмотрено наказание для лиц, которые попались за вождение, будучи лишенными водительских прав, и ранее уже были подвергнуты административному наказанию за такое же нарушение. Соответственно, за это будет грозить штраф от 150 до 250 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период от 1 года до 2 лет, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы до 1 года, либо реальные лишения свободы на срок до 1 года. Согласно же части второй этой новой статьи, предусматривается наказание для лиц, которые, будучи решенниками, сели опять за руль, уже имея уголовное наказание за это же нарушение. В этом случае штраф составит уже от 200 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты от 1 года до 2 лет, обязательные работы будут до 480 часов, принудительные работы до 2 лет, реальные решения свободы также сроком до 2 лет. Помимо этого, для самых злостных нарушителей вводится также такая мера наказания, как конфискация транспортного средства. Речь идет о дополнении действующей статьи 104.1 УК РФ. Так, статья 104.1 УК РФ дополняется новым под пунктом Д. Конфискация транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, предусмотренного статьями 264.1, 264.2 или 264.3 настоящего кодекса. Таким образом, без машины можно остаться при совершении следующих уголовных деяний. Повторное пьяное вождение лицом, уже подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за это же нарушение. Повторный выезд на встречную полосу или повторное превышение скорости более чем на 60 км в час, опять же лицом, уже подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за это же нарушение. и вождение лицом, лишенным водительских прав и подвергнутым административному или уголовному наказанию за это же нарушение. Помимо этого, вносятся также изменения в действующую статью 264 УК РФ. Я напомню, на сегодняшний день в этой статье предусмотрены отягчающие обстоятельства в случае ДТП с пострадавшими или погибшими. На сегодняшний день предусмотрены два отягчающих обстоятельства. Первое обстоятельство – это если человек в момент ДТП был пьяный, второе – если человек покинул место ДТП. Согласно тексту этого законопроекта появляется третье отягчающее обстоятельство, если в момент ДТП человек либо не имел водительских прав, либо был их лишен. Соответственно, в этих трех ситуациях, в этих трех отягчающих обстоятельствах, наказание уголовное для водителей будет существенно строже. Теперь эти поправки должны одобрить в третьем окончательном чтении Госдумы, после чего направят в Совет Федерации и положат на подпись президенту. В случае подписания президентом, уголовное наказание и конфискация машин для лишенников заработает по истечении 10 дней после официальной публикации подписанного президентом закона. Вот такие вот изменения. А что вы думаете по этому поводу? Свои мнения мы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах и всем пока.